Рекорд побит. Центральную площадь столицы Черноземья, на украшения которой казна потратила 65 миллионов рублей, в этом году уже посетили свыше 265 тысяч человек. Это почти на треть больше, чем на прошлых каникулах. В чем именно причина такого ажиотажа, то ли в красоте убранства, то ли в том, что Воронежскую елку задолго до ее установки успела обсудить чуть ли не полстраны, вопрос открытый. Тем не менее, ставка мэрии очевидно сыграла. Сейчас, конечно, посетителей мало. Во-первых, рабочий день, во-вторых, очень холодно. Но, тем не менее, даже в разгар морозного понедельника люди тут есть. Особенно юным воронежцам полюбилась горка. Ее тут установили впервые, и она сразу же стала центром притяжения. Благодаря специальному покрытию кататься здесь можно было и при плюсовой температуре, которая выпала на первые числа января. На втором месте в рейтинге народных симпатий качели лодочки, дальше карусель. Как и предполагалось, больше всего людей на площади находились в ночь с 31 декабря на 1 января. Под бой курантов тут собралось 40 тысяч человек. Кстати, именно тогда здесь случилось самое серьезное за все 9 праздничных дней происшествие. В толпе потерялся ребенок. Впрочем, его быстро обнаружили, и семья воссоединилась. Кроме того, сотрудники ЧОП нашли мобильный телефон и банковскую карту. Их тоже вернули владельцам. Поскольку не первый раз реализуется подобная концепция здесь на площади тематического оформления, в этом году минимальные акты вандализма не имели место быть, достаточно штучные. В основном это связано было с каруселью. Не думаем, что это умышленно, потому что также большим спросом пользовалось. Но буквально в течение этого же дня, когда это обнаружилось, эти все вопросы устранялись. Такой нарядной площадь Ленина простоит до Крещения. Работать она будет с 10 утра до 10 вечера, но лучше приходить сюда после 16.00, когда включена иллюминация. Демонтировать конструкции начнут 19 января.